Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько на Финам.ФМ. Ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Одна из главных политических тем сегодняшнего дня заключается в следующем. Лидеры партии Родина и Российской партии пенсионеров подписали соглашение о выходе своих объединений из состава «Справедливая Россия». Сделали они это публично на пресс-конференции здесь, в российской столице. И вот в подписанном в присутствии журналистов документе есть призыв к сторонникам обеих партий покинуть роды «Справедливая Россия» и не оказывать ей поддержку на выборах всех уровней. Здесь и сейчас обсуждаем в реальном времени раскол в «Справедливой России». Наши гости. Валерий Гартунг, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы. Валерий, добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Журавлев, председатель партии Родина, депутат Госдумы России. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. И Игорь Азотов, председатель Российской партии пенсионеров, депутат Госдумы России. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели, 65 10 99 6, код Москвы 495. Для ваших телефонных звонков этот номер, финам.фм, наш портал в интернете. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. Можно пользоваться также нашим сайтом финам.инфо и моим личным аккаунтом в Твиттере. И все средства коммуникации к вашим услугам. Алексей Игорь, давайте вот с вас все-таки мы начнем. Я посмотрел картинку, несмотря на то, что я только сегодня вернулся из Петербурга. Я так вник уже в происходящее в российской столице. И вы рвете, да, вот публично под камеры, разрываете этот документ, соглашение Справедливой России. И так приспичило. Вот в чем суть? Давайте, кто из вас готов? Да нет, не приспичило. Это назревало, наверное, давно. Вы знаете, нас сейчас, наши коллеги со Справедливой России обвиняют, что это юридически неправильно. Но у нас была намного скромнее пресс-конференция с Алексеем Журавлевым, чем та конференция, которая была 6 лет назад, когда мы объединялись. Тогда было гораздо больше средств массовой информации, камер. И все средства массовой информации только говорили о том, что объединились три партии. На данный момент мы вышли со Справедливой России, укажем свои причины. Я еще 28 февраля в открытую заседание фракции Справедливой России заявил, что буду возрождать Российскую партию пенсионеров. Как раз это подошло к принятию закона о новых регистрациях, о новых правилах регистрации политических партий. Если сможете пояснить, в чем личная мотивация? Вы знаете, многое непонятное в последнее время стало у Справедливой России. Я думаю, коллеги меня поддержат и с фракцией Справедливой России, и не только с нее. То мы выдвигаем, я имею в виду мы, партия Справедливая Россия, призываем всех голосовать за кандидатуру президента Медведева. То мы категорически против, то мы с белыми ленточками, то мы без белых ленточек. Шараханье. Шараханье стороны в сторону. То наш лидер, я имею в виду Сергей Михайлович Миронов, поздравляет первым избранного президента по телефону заслуженной победой, а при нахождении президента в Думе поднимает фракцию и выводит заседание Думы. Вы знаете, нет конкретики, нет последовательности, нет вектора направления. Где мы? Слева, справа, в центре. И поэтому... Оппозиция или нет? Оппозиция или нет. Сейчас я понял на последней конференции, я на ней, естественно, не присутствовал, партия «Справедливая Россия», которая отмечала их 6 лет, было призвано порвать с белоленточным движением, так называемым. Там обозвали их, по-моему, даже секстантами или, ну, что-то... Иногда полезно уезжать в Петербург из Москвы, да, не замечают. Кто-то непонятный, и тех депутатов Госдумы, которых в декабрьскую съезду отправляли на Болотную, а я был свидетелем, Валерий Карлович свидетель, его тоже, по-моему, отправляли на Болотную. Ну, мы голосовали, кого рекомендовать на Болотную. Сейчас их обвиняют в том, что они должны уйти с этого протестного движения, снять белые ленточки, никак не связать. Главная претензия. Нет конкретики, нет последовательности. Ну, надо сказать, что Алексей Львович там не был, поэтому он говорит, что его не слышал. Сейчас, вот, сейчас. Нет, я по средствам массовой информации, да. Ну, знаете. Дело в том, что, ну, и помимо этого, при объединении мы, когда заключили договор о совместной работе, о совместной сотрудничестве, нас потихоньку, скажем так, методично выдавливали из партии. Алексей Журавлев в свое время возглавлял аппарат партии, там сменилось. Сейчас уже, по-моему, шестой руководитель аппарата партии. С регионов выдавливали руководители партии Родины и партии пенсионеров ставили своих. Ну, и бывало такое, что утром просыпается руководитель регионального отделения, а он уже не руководитель, уже назначен новый. То есть, вождизм и вот однобокий подход, и, ну, я считаю, неправильная работа с регионами привело к тому, что принял такой выбор, такое решение. Это Игорь Зотов. Алексей, вот ваш взгляд на происходящее. Это было еще в начале 2007 года, когда уже стало ясно, что на самом деле партия Родина не место, как бы, в справедливой России. Это было показано всем. И лидер партии в то время, ну, сейчас, наверное, Сергей Миронов, он очень просто подходил к этому. Когда мы договаривались о том, что мы будем менять руководителей, но это будет делаться на коллегиально, на заседание президиума, и должны быть серьезные аргументы. Но аргументы были зачастую такие. Ну, я там, любой там регион, там, взять, там, Оренбург. Приходит, говорит, меняем там, Савельев у нас тогда был, Александр Борисович. Почему? А вот на него пришла какая-то бумага. Говорит, ну, вы тогда скажите, какая бумага? Он привозит из КГБ бумагу, что у него нет претензий, из МВД нет претензий, ни у кого нет претензий. На что Сергей Михайлович заявляет, эта бумага секретная, о ней никто не знает, поэтому мы его в любом случае меняем. Ну, такие подходы, и это было зачастую, я просто один пример привел. Это настолько возбуждало, естественно, так сказать, в частности, партию Родина в этом отношении, что реально стоял вопрос о том, чтобы собрать съезд и, в общем, поменять руководство. Другой вопрос, что не пошли на это, да, то есть, там, в частности, Александр Михайлович Бабаков не пошел на это, хотя могли бы сделать, тогда это легко, потому что, на самом деле, действительно, основной костяк составляла тогда партия Родина. Сейчас партия Родина, я не знаю, там, осталось там, я знаю только двоих. Так, это Саха-Якутия, Тумусов, да, и, по-моему, Олег Шейн, и все, и больше никого. Это вот те выходцы из партии Родины, которые и возглавляли региональные отделения. А вот такое уточнение, вы мне скажите, вы же объединились в единую партию, или вы каждый сам по себе спросите? Ну, формально происходило это так. Партия Родина переименовалась в Справедливую Россию. Все две остальные партии жизни и партии пенсионеров, они стали общественными организациями. И, соответственно, пошла ротация, это с точки зрения уже вот этого договоренности, вот она у меня, Лиза, копия. Основные принципы объединения. Основные принципы объединения. Вот все эти основные принципы, они, конечно, сейчас вообще ничтожны. Поэтому мы его и порвали, потому что они несостоятельны. Это Алексей Журавлев. Малерий, давайте вы, вот теперь уже взгляд Справедливой России, вы все-таки заместитель руководителя фракции. Что у вас происходит? Вы вообще к этим людям как к предателям относитесь, нет? Ну, я сейчас по порядку. Ну, предатель, тот что-то продает, а что думает? Значит, по поводу Игоря Зотова. Это он здесь говорит, что он открыто заявил о том, на фракции, что он там создает партию. Я на этой фракции был. И вот Сергей Михайлович открыто на фракции спросил. Игорь Буевич, ты нам объясни. Тут информация происходит. Он говорит на фракции, да я потом приду, вам лично все объясню. Ну, это ложь. Ну, что ложь? Я же присутствовал, Игорь, я присутствовал, не перебивай, пожалуйста. Я присутствовал. Ну, Валер, я сказал, 28 числа, что у меня 29. Игорь, Игорь, потом поговоришь, я тебя не перебивал. Давай, давай, давай. Вот. У тебя даже не хватило смелости открыто это сказать. Ты сейчас здесь говоришь. Я сказал открыто, не надо. Я присутствовал при этом, присутствовал, своими глазами видел и слышал все. Это первое. Второе. Значит, господин Зотов говорит, там шарахани какие-то. Да никаких шараханий нет. Какая у нас позиция была, так она и есть. Мы оппозиционная партия, мы оппонируем Единая Россия. У нас есть программа, есть альтернативный бюджет. И, естественно, та программа, которая была предложена правящей партией, нас не устраивает. И мы голосовали против нее. И в том числе против премьера, который будет ее реализовывать. Эта позиция была выработана на заседании фракции. Вдруг потом, неожиданно, не выступив против этого на фракции, несколько членов нашей фракции решили голосовать по-иному. Но как к ним еще относиться? Мы считаем, что это предатели. Как еще? Это первое. Второе. Тут делаются заявления о том, что партия пенсионеров выходит, партия Родина выходит. Ну, давайте тогда посмотрим. Значит, партия пенсионеров. Зотов не является олицетворением партии пенсионеров. Напоминаю, что я был председателем партии пенсионеров. И по незаконному судебному решению я был отстранен. И у меня есть решение суда, отменяющее то незаконное решение. Вот так Зотов стал председателем партии. Другое дело, что отмена моего незаконного снятия с партии произошла ровно за неделю до объединительного съезда. И чтобы не ломать эту всю структуру объединения, я пошел на компромисс и не стал продолжать эти действия. Поэтому сегодня господин Зотов здесь заявляет от партии пенсионеров, но он занял этот пост незаконно, это я подчеркиваю, юридически. Мы продолжим наше общение. А потом мы поговорим о родине. Здесь Зотов, Гартунг и Журавлев. Реальное время. 19 часов 17 минут обсуждаем в реальном времени одну из главных политических тем. Это раскол справедливой России. Здесь Валерий Гартунг, зам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. И Алексей Журавлев, Игорь Зотов, лидеры, будем называть, общественных объединений, которые сегодня объявили о своем выходе из этой партии. Они являются депутатами Государственной Думы. Ваши письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это наш портал, наш многокональный телефон для ваших звонков. Олег, я вас прервал, пожалуйста. Теперь я продолжу по Игорю Зотову. Значит, если уж он такой принципиальный и считает, что невозможен находиться в рядах «Справедливая Россия», положи свой мандат, напиши заявление о выходе из фракции, и все, пожалуйста, сдавай партию, проходи под ее знаменами в Думу, проводи своих сторонников и проводи ту политику, которую ты будешь предлагать гражданам. Что касается теперь партии Родина, то я, наверное, при всем уважении к сидящему здесь Алексею, все-таки лидерами партии Родины являлись Дмитрий Рогозин, Александр Бабаков, Сергей Глазев. Ну, я бы еще Герасченко туда привлек. Герасченко очень мало был. Ну, наверное, ну хорошо, первые трое, первые трое. Первая тройка, как бы вот она, это лица партии. Скоков еще. Вот, возможно, да. На первом этапе, потом все-таки на выборах, вот именно эти делали лицо партии. Значит, Дмитрий Олегович, понятно, первый вице-премьер. Александр... Просто вице-премьер. Вице-премьер, да, Александр Бабаков. Тоже... Вышел из партии «Справедливая Россия». Вышел из партии «Справедливая Россия», сейчас прошел по спискам «Единой России». Общенарядного фронта. Глазев занимается сейчас совсем другими делами. То есть, фактически, тех, кто создавал партию, олицетворял ее при вхождении, при объединении, их там нет. Вот, поэтому я всячески желаю Алексею удачи в партстроительстве и в завоевании депутатских мандатов на следующих выборах. Спасибо. Вот, но надо ему сказать только, что он сегодня, как он будет возрождать оппозиционную партию, находясь в рядах «Единой России». Все-таки Родина, Родина, партия Родина, главной своей целью... От Российского народного фронта, а не «Единой России». Вот, главной своей целью партия Родина ставила все-таки борьбу с монополией «Единой России». Объясните мне, почему от вас уходят? Убегают люди толпами. Ну, толп-то никаких нет. Я хотел поправить вас, потому что вы говорите «раскол справедливой России». Никакого раскола справедливой России нет. А это вот что? Этот господин, вот рядом который сидит, Зотов, он даже не написал заявление о выходе из фракции. Понимаете? Никуда он не убежал. Так вы все кричали, что за день, что выбор нечестный. А Алексей Журавлев ушел в общероссийский народный фронт. Так он давно уже ушел туда. А Бабаков избран по спискам «Единой России». А Бабаков, да, Бабаков, да. Ну, это не вся партия. Ну, не вся партия. Далеко не вся партия. Ну, осталось двое из Родины. Двое. Эти люди ушли из партии до выборов в Государственную Думу. Ради бога, ушли. Да раньше. Бабаков раньше ушел. Так что же вы так волнуете? Справедлива Россия набрала после этого гораздо больше, чем набирала раньше. То есть раскола нет. Потому что она набрала более людей. Раскол, это только вот пытаются сделать раскол. На самом деле избиратели проголосовали. На выборах в 2007 году мы набрали, чуть-чуть перешли 7%. 7%, да. А Родина набрала 9%. Соответственно, потеряли 2%. А в 2011 году мы набрали больше 13,5%. Понимаете? В 2019 году все. Почему они набрали? Потому что просто «Единая Россия» потеряла. И избиратели ответ свой дали. А этим господам я желаю удачи. Вот когда они набрали полосы с поломерной. Мы берем. Игорь, вы хотели удачи. Нет. Ну я, во-первых, не понимаю, почему такое волнение со стороны «Справедливой России», что мы ушли. Никакого волнения нет абсолютно. Нет, ну очень эмоциональное выступление Валерия Карловича. Это эмоции на ложь, я прошу. Ну, Валерий Карлович, давайте не будем лукавить. Вы сказали, что есть стенограммы. Ну, посмотрим. 28-го, я, конечно, посмотрю, я заявил 28-го февраля, что 29-го провожу заседание Центрального Совета партии. На что мне Сергей Михайлович сказал, ты же член бюро, мне надо будет с тобой встретиться, поговорить. Я сказал, хорошо. Встречи никакой не было. Ну, это может быть и моя вина, что я не напросился на встречу. Но я объявил о том, что возрождаю Российскую партию пенсионеров. Вы наставите на том, что в партии «Справедливая Россия» вождизм? Абсолютно. Да, да. То есть, фактически все решает один человек. Я настаиваю. Два человека. Я настаиваю на этом, да. Я так и считаю. И это главная проблема партии «Справедливая Россия». Очень много депутатов, очень много членов партии и в регионах настоящие патриоты, настоящие профессионалы своего дела. Но, к сожалению, то, что вы назвали вождизмом, так как я его понимаю, я считаю, что да, что вождизм и губит «Справедливую Россию». Игорь, на ваш взгляд, ну, вы сейчас вот вышли или выходите, да, значит, по крайней мере, сегодня разорвали вы. Ну да, да. В чем проблема оппозиционности? То есть, это не оппозиционная сила. Вот Валерий Гартун говорит, мы оппозиционная партия, мы оппонируем «Единая Россия», мы имеем альтернативный бюджет, да? Конечно. Причем мы имеем альтернативную позицию по всем социально-экономическим проблемам. Я не говорю, что не оппозиционная партия «Справедливая Россия», я этого нигде не говорил. Я говорил о другом. То есть метание из стороны в сторону, непонятно. То за, то против. То за, то против. То мы... Сейчас пошло, как бы, курс на потепление. С властью? В отношении с властью? Нет, с властью. Не с властью. То есть, уже от протестного электората... Ну, Валерий Карлович, ну, что греха таить на этой же конференции было? Насчет белых ленточек. Ну, что было сказано? Игорь, рассказывайте. Давайте я расскажу. Я вот хочу задать вопрос. А, хорошо. Задать вопрос. Что касается белых ленточек. Позиция партии «Справедливая Россия» и тогда, когда 10 декабря делегировали нас на площадь, на Болотную. И сейчас она такова. Мы поддерживаем любые законные, любые законные протестные действия граждан, наших граждан. И мы рады, что у нас рождается гражданское общество. Но, когда протестные действия граждан, некоторые политики пытаются конвертировать в свое политическое будущее, в создание партии... Некоторые-то кто? А это вот тот самый координационный совет, который сейчас фактически формирует новую политическую силу. Это новая политическая сила. Объективно скажем. Так ведь? Вот. Поэтому мы не считаем нужным, партия «Справедливая Россия» не считает нужным поддерживать другую силу. Понимаете? У нас есть своя программа, у нас свои предложения гражданам. За нас проголосовало 8,5 миллионов человек. Поэтому мы все с белыми ленточками были в зале пленарного заседания. Белые ленточки, белые ленточки, это символ протеста против фальсификации на выборах. И мы сейчас, если эта белая ленточка только это означает, мы и сейчас ее оденем. Но сейчас уже есть политические лидеры, которые сформировали новую политическую силу и пытаются на себя эту белую ленточку надеть для того, чтобы она становится силмом уже другой политической партии. У нас своя символика. И поэтому мы своим политическим весом... А что вы будете делать, когда вот с Гудковым, Подмаревым... А сейчас я объясню. Мы ничего не будем делать. Я сейчас все объясню. Мы своим политическим весом не собираемся поддерживать другую политическую силу. Оказывать ей поддержку. Логично. Но это было бы глупо с нашей стороны. Согласен. Поэтому здесь никакой непоследовательности нет. Мы последовательны. Если есть гражданский протест, и мы понимаем, ради чего он идет, мы его поддерживаем. Потому что мы точно так же считаем, что выборы были нечестными, несправедливы и тогда, и сейчас. И мы против этого выступаем. Другое дело, что мы предложили... А что же вы мандаты не знаете? Минуточку. Мы предложили этим гражданам... Если честный выбор. Минуточку. Минуточку. Мы предложили гражданам, рассерженным гражданам, мы предложили другой законный выход из этой ситуации. В марте были выборы президента. И мы обратились к этим белоленточникам, которые вышли на площадь и сказали, приходите к нам. Я на сайте развесил в Челябинске везде. Приглашал людей. Приходите к нам. Мы дадим вам удостоверение от справедливой России. Будьте наблюдателями на выборах. У нас больше 2000 участков в Челябинской области пришло сколько? 50 человек. Понимаете? И поэтому... Вам не доверяют? Нет, не нам не доверяют. Просто этот протест, он вылился... Потому что одно дело помитинговать там 2-3 часа. Действительно на это нужно мужество. Действительно постоять на морозе. А другое дело, с 6 утра до 12 ночи бороться против фальсификации. Готовиться, учиться, профессионально противодействовать. Это совсем два других протеста. Худков и Пономарев считают это возможным. Мы предложили именно другой подход. Поэтому мы, граждан, поддерживаем в этом процессе. Но не собираемся лить мельницу на воду другой политической силы. Иной политической силы. Это Валерий Гартунг. А почему? Худков тогда на самом деле и Пономарев не согласились с этим делом. Они сказали, что нет, мы считаем, что надо поддерживать. Действительно, белое движение. Минуточку. Я слушал внимательно. Поэтому вот об этом это идет речь. Что метание туда, сюда. Оно действительно метание. Можно объяснять как угодно. Да, кто против. У нас разные мнения могут быть. Да, никто и не против. То есть правильно. Разное мнение в партии. Но когда партия то поддерживает, то не поддерживает. Это, конечно, уже... А с чем вы это связываете? Вот объясните мне, почему такое шарахание возникает? Это было всегда. Да, это вот хоть и Валерий говорит, что это как бы нет вождизма. Он всегда присутствовал. Вот во всяком случае, с самого начала все говорили. Это член Совета Федерации. Вернее, председатель Совета Федерации. Все, ох, да, там, полубог. И вот что он скажет, то и будет. То мы действительно поддерживаем президента, да, его. Идем там, вот это, там, чуть ли не мой друг, объяснения все такие. То теперь нет, мы вот протестом. И это везде присутствовало. Как только он был членом, председатель Совета Федерации, была одна политика. Перестал быть членом Совета Федерации, это совсем другая политика. Другими словами, есть определенные, я так мягко скажу, взаимоотношения с исполнительной властью. Ну, конечно, конечно. Есть личные взаимоотношения между Путиным и Романом. Правильно. Это отдельная история. Не, ну как бы. И я считаю, что вот ее путать с политической ситуацией в стране не нужно. Она играет против вашей партии. Вы знаете, я не стану комментировать личные взаимоотношения двух человек, потому что не являюсь участником этих отношений. Поэтому считаю, что это не корректно. Ну, я считаю, что это однозначно идет влияние. Комментировать это и не надо. Но то, что это не влияет, это просто абсурд. Это влияет, конечно, и влияет достаточно серьезно. Влияет, влияет. Но это разные два процесса. Они разные, но в едином русле идут все. Поэтому здесь ситуация, она, в общем-то, справедливая. Россия понятна. Она так и будет дальше, без всякого сомнения. Метание. Да. Другой вопрос, что вот Валерий говорит, что Родина там, например, вот не олицетворяется. Да Родина не олицетворялась там Рогозином, хотя он, все программные документы, которые он разрабатывал, нами приняты. Это было на съезде. Надо заметить. У нас точно так же. Вот. Все программы и документы принимаются на съезде. Мы продолжим наш разговор после краткого выпуска новостей на Финам-ФМ. Здесь Алексей Журавлев, Игорь Зотов и Валерий Гартунг. 19 часов 31 минута реальное время на Финам-ФМ. Меня зовут Юрий Прянько. И здесь мы сегодня говорим о ситуации вокруг Справедливой России. Вот из моих гостей Валерий Гартунг и зам руководителя фракции Справедливой России наставят на том, что раскола в этой политической силе нет. Здесь же в московской студии Финам-ФМ присутствуют люди, которые сегодня официально, публично объявили о своем разрыве отношений. С этой партии это Алексей Журавлев, председатель партии Родина, депутат Госдумы Игорь Зотов, председатель партии Российской партии пенсионеров, также депутат Госдумы. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495 и финам.фм, наши средства связи. Ну вот, господа, я сейчас к Алексею Журавлеву обращаюсь, да, вы ушли в общероссийский народный фронт? Да. А вот можете объяснить это? Вот я общался с Левичевым, да, по-моему, на прошлой неделе мы с ним разговаривали. Он мне, в общем-то, сказал, что, ну, и в том числе, по-моему, ваша фамилия прозвучала, что вам предлагают некие бенефиции, да, за то, что вы уходите из «Справедливой России», кнутом и пряником это все делается, кому-то, значит, там бизнес, кому-то что-то еще достается. Вот можете о себе сказать, почему вы, пройдя, да, по списку оппозиционной партии, переметнулись... Нет, 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 Алексей не проходил. Он по списку «Единой России» прошел. Я прошел от общероссийского народного фронта. По списку «Единой России». Там на сегодняшний день 50... Слушайте, ну тогда это вообще... От общероссийского народного фронта нет такого... 56... Валера, послушай, да. Только политические партии. 56 депутатов в составе фракции «Единая Россия» беспартийные. Это члены общероссийского народного фронта. В том числе и я, как председатель Конгресса русских общин, который туда прошел. Именно по этой причине, что мы создали Конгресс русских общин, проходя праймерис, который был объявлен, любому можно было пройти, мы сли со своими позициями. Они были, в общем, достаточно национально выраженными. Достаточно жестко национально выраженными. И тем не менее, мы получили достаточную поддержку. Мы посчитали на съезде возможным мое прохождение по спискам общероссийского народного фронта. Что и было сделано. И на базе Конгресса... Вопреставшим на тот момент соглашение... Да, и при законе при том. И при законе. Нет, это нормально. Не было этого. Вопрос в том, что мы... Я уже из «Справедливой России» вышел еще давно. Это было у нас 2007 год. В 2007 году еще вышел. И это как бы партия меня не волновала абсолютно никак. Это абсолютно точно. Вопрос в том, что все члены, которые многие очень из партии Родина, вступившие сначала в объединенную партию «Справедливой России», потом вышли из нее и во многом вошли в Конгресс русских общин. Уже тогда это было... Они уже тогда, может, и не состояли давно. Но они ждали партии. Не было закона. Мы не могли зарегистрировать партию. Мы старались это делать. Но все, что удалось, это зарегистрировать Конгресс русских общин. И на его базе мы сейчас создали Родину. С вами общались в администрации президента? Мы создали партию Родина. Со мной общались в администрации президента по поводу моих убеждений, по поводу национальных позиций. В результате этого я вошел в совет по междунациональным отношениям при президенте. И с этими позициями и остаюсь. На сегодняшний день они услышаны. И я вот сейчас только что приехал в заседание рабочих групп по выработке стратегии национальной политики. Объясните, как оппозиционный политик может вливаться в факты... Но вы же член фракции «Единая Россия» сейчас. Да, конечно. Вот как это метаморфозно может происходить? Посмотрите, вот я объясняю. В 2007, даже в 2005 году, да? Все то, что мы говорили и то, что говорим сейчас, у нас разницы никакой. Даже те же программные цели и документы. Вот тогда за это нас мочили и очень сильно. Сейчас я вхожу в состав совета при президенте по выработке стратегии национальной политики. То есть, наверное, власть все-таки слышит нас, да? Почему я должен быть сейчас оппозиционен к ней, если все то, что мы говорили в 2005, сейчас принимается? Больше того, даже идет еще вперед. Мы даже не могли мечтать о том, что сейчас делается. Я могу быть оппозиционным, но конструктивно, если там действительно происходит то, что меня не устраивает. Сейчас в национальной политике происходит то, что нас устраивает. Например, выработка стратегии развития национально-ориентированного государства. Дальше. У нас идет, сейчас рабочая группа создана по предотвращению межнациональных конфликтов. О чем мы говорили даже тем роликом, за который нас и сняли в Москве. Фактически это то же самое было. Патриотизм, который мы говорили о том, что необходим сейчас патриотизм, как вода необходима человеку, так и патриотизм нашему государству. Иначе оно будет разваливаться. Сейчас даже сам Владимир Владимирович сказал, что я не вижу ничего идеологии, кроме идеологии патриотизма. Мы принимаем участие в его разработке. Он добавил то, что он не знает, как этот патриотизм реализовать. Он сожалеет о как-то советском народе, по-моему. Я недословно его цитирую, но он сожалеет, что ничего нового не могут придумать. А вот когда-то это было. Тогда мы этим и занимаемся. Да, мы должны сейчас сделать это. То есть вы считаете, что вас, а, услышали, б, это приобретает реальные очертания и реализации. Игорь, с вами общались в администрации? Все равно общались по вопросу вступления в Совет непарламентских партий, который создан при государственной думе. Я не об этом. Я понимаю. А так со мной не общались. И если бы... Я понимаю, к чему вы клоните. Кремлевская партия или не Кремлевская партия. Ну, с моими языками. Какие у вас отношения. Назовем, да? Если бы я был Кремлевской партией, то я уверен, я бы участвовал в выборах, которые прошли 14 октября, которые «Справедливая Россия», к сожалению, выступил не очень удачно на ЗАГС-собраниях. Но я не прошел регистрацию. Прошли другие партии. Я не прошел регистрацию. На данный момент зарегистрировал Минюсти. И могу участвовать уже, что и готовлюсь, 8 сентября 2013 года. Я ответил, я думаю, на ваш вопрос. Да, Валерий, вот смотрите. Николай Левичев, простите, мне сказал, что реакция... Я вот здесь цитирую. Реакционная часть «Единой России» пытается развалить вашу фракцию, вашу партию, значит, кнутом и пряником. На мой вопрос, кроме 8 ушедших, будут ли еще, он сказал, да, скорее всего, потому как этот процесс продолжается. Вы тоже придерживайтесь с такой позиции? Вы знаете, Юрий, но видно же... Нет, я просто хочу понять. Юрий, Юрий, но вы задаете вопрос, спрашиваете о том, что видно невооруженным глазом. Даже вам это видно. Не знаю, я на Старую площадь не бегаю. Люди, понимаете, видно невооруженным глазом. Значит, один был исключен из партии за то, что проголосовал вопреки позиции фракции по основному... Нет, я сам написал заявление о выходе из партии. По кандидатуре премьер-министра, второй прошел по спискам правящей партии. Ну, что тут говорить? Валерий Карлович. И они... Стоп, стоп, стоп. Подожди. А «Справедливая Россия» была создана исключительно снизу, что ли? Как была создавалась «Справедливая Россия», я узнаю лучше вас, знаю. Я не понимаю. Как создавалась? Я знаю, я его сам лично делал. Потому что я отвечал... Кремлевский патронат? Конечно. Давайте я договорю. Да? Юрий, вы слышали? Вы партия Московского Кремля. Тема нашей передачи какая? Вы ее озвучили. Развал? Раскол. Раскол в «Справедливой России». Так вот я вам говорю, что о расколе говорят. Вы пригласили двух граждан, депутатов Государственной Думы. Один из фракций «Единая Россия», другой из фракций «Справедливая Россия», избежавший, но не написавший заявление. Вот. И они говорят о расколе. Я вышел позвать. Да ладно, ради бога. А они говорят о расколе «Справедливой России». Я представляю... Мы не можем об этом говорить. Да ради бога говорите. Ну так и говорим. Просто я хочу сказать, что говорят о расколе «Справедливой России» только те, кто боится «Справедливой России», того результата, который мы показали на выборах Госдумы. И они этого боятся реально. И реально боятся этого результата. Вы показали его только по той причине. Да, это понятно. Да, это понятно. Что вы его использовали в рейтинге. Вы потом... Объяснять можно все, что угодно. Это факт. 8,5 миллионов голосов набрала «Справедливая Россия». Это факт. И у нас 64 мандата в Государственной Думе. Никогда такого не было. И у Родины такого не было. Я думаю, может быть, такого и не будет. Это первое. Это первое. Никакого раскола «Справедливой России» нет. То, что говорит Алексей о том, что происходила такая ситуация, когда смена лидеров в региональных отделениях была, это нормальная ситуация в каждой партии. Тем более партия была создана в результате слияния трех разных партий. Внутри партийная конкуренция. Кто-то выиграл в этой конкурентной борьбе. И кто-то проиграл. И есть многие видные члены Родины. Вот основные принципы. Многие видные члены Родины. Минуточку. Это все соблюдалось. Ничего там вообще, ни одного пункта не соблюдалось. Все соблюдалось. Потом. Это же не навечно было. Процессы. Павел, при объединении. Сейчас я объясню. Было три месяца на объединение, и ни один пункт не было сделано. Алексей, дайте я договорю. Вы сказали свою точку зрения. Да. Я сейчас вам объясню. Потом. Жизнь не стоит на месте. Смотрите, собрались три лидера разных партий. Объединились в одно региональное отделение. А потом выяснилось, что оказывается двое из трех бумажные лидеры. А один реальный. Это все понятно. Хорошо. Кто стал? Понимаете? И в результате, в результате, в результате, есть лидеры бывшей родинцы, которые продвигаются по партии Справедливой России. И по партии Пенсионеров есть лидеры партии Пенсионеров. Объясните мне. Вот господин Журавлев говорит, что Справедливая Россия это кремлевский проект. Сто процентов. Сто процентов. Как кремлевский проект может быть оппозиционным проектом? Вы знаете, человек был у истоков. Я бы сам создавал. Слушайте, слушайте, слушайте. У отцов, у Победы много отцов. А вот только поражение сирота. Поэтому, когда Справедливая Россия набрала 8,5 миллионов голосов, тут у нее создателей. Знаете, я думаю, что если сейчас всех перечислить, в студии места не хватит. Я говорю чисто организационная вещь. Хорошо, хорошо. Не более того. Вот, это первое. Второе. Создатели, пожалуйста. Первое. Это второе. Второе. У нас есть программа партии Справедливая Россия. Сравните с тем, что делает Единая Россия, которую представляет в Думе Алексей. Я представляю Общероссийский народный фронт. Вы носите мандат партии Единая Россия. Еще раз говорю. Я не ношу мандат партии Единая Россия. Ни удочку. Я ношу мандат Общероссийского народного фронта. Не было такого избирательного объединения. Не было. Хорошо. Давайте так. Было 6 партий на выборах. Из них 4 прошли в парламент. Вы отметаете, что вы кремлевский проект. Вы пошли по спискам Единая Россия. Вы не кремлевский. Мы не кремлевский проект. Пункт 2. Значит, вот то, о чем говорит Игорь Зотов, о действительно, мягко говоря, неуспешном выступлении на октябрьских выборах. Вы с чем это связаны? Может быть, действительно, ваше шарахание из стороны в сторону? То вы за белые ленты, то против, то за Медведева, то против и так далее. Вы знаете, невозможно оппозиционной партии иметь равнозначные политические силы в каждом регионе. Есть региональное отделение, где слабая ситуация. Есть региональное отделение, где сильная. Поэтому на эти выборы попали партии, попали регионы, там, где были выборы. Там, где у нас, ну не очень сильное региональное отделение. Это первое. Ой, ну не соглашусь. Второе, минуточку. Да ради бога, пожалуйста, создав свою партию. Валерий, не теряйте время. Говори. Создав свою партию и покажешь свою силу. Хорошо. Пока что ты даже в своем, в Кульской области, не близнул еще ни разу. Я правильно понимаю. Поэтому были не самые сильные, не самые сильные были. Это первое. Второе, действительно, скажем так, ну у нас было, было, скажем так, несколько организационно сложно это сделать. Потому что одни выборы, вторые выборы, мы просто не успели подготовиться. Мы разбор полетов у себя внутри партии, не для прессы, провели, проводить будем его дальше. Выводы мы сделали и будем делать. Но еще раз говорю, Юрий, Юрий, это наше внутреннее дело. На следующих выборах вы увидите результаты этой внутренней работы. 30 секунд. Что вы мне ответили на вопрос по поводу Гудкова и Пономарева. Значит, с этими политиками. По поводу Гудкова и Пономарева. 30 секунд. У нас было обсуждение на президиуме, который произошел в субботу. Мы эту ситуацию обсуждали. Решили еще раз ее обсудить и вынести уже на обсуждение отдельным вопросом. Получив всю информацию, которую в результате конференции мы получили с регионов. И уже будем ее обсуждать на следующем президиуме. Варианты решения. Варианты решения такие. Значит, либо мы запрещаем им входить в этот Координационный совет. И тогда они принимают решение, либо входить, либо не входить. Либо мы какое-то другое решение будем принимать. Продолжим наш разговор в реальном времени. После краткого выпуска новостей. Звоните, пишите. 19.47. Московское время. Это Финам. ФМ. Реальное время. Здесь Алексей Журавлев, Игорь Зотов и Валерий Гартунг. Обсуждаем ситуацию вокруг справедливой России. Эту последнюю четверть этого часа мы проведем в интерактивном режиме. Поэтому к вашим услугам, уважаемые слушатели, многоканальный телефон. Его номер 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Обращаясь и к слушателям. К вам, уважаемые гости, комментируя звонки или высказываясь, будьте лаконичны. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Меня Александр зовут. Да, Александр. Да, Юрий, на самом деле не совсем я понимаю смысл этой сегодняшней программы. Потому что господам, уважаемым, сказать мне совершенно нечего. Все мы прекрасно помним историю создания этой замечательной партии Владислава Юрьевича. Его коронную фразу, которая была посвящена там по вторую ногу и все это проще. Поэтому про оппозиционность, про оппозиционность партии, мне говорят, как-то вообще странно. И как бы мне неприятно было услышать у господина из Народного фронта, который всячески отмекивает со спины России. Хотя, в общем-то, хрен речь тут явно не сващая. Так. Вот. Но, вот честно, все это смешно. Это комедия. Нет, подождите, Александр. У меня других партий для вас нет, да? Перефразив. Я понимаю, что... Это политика нынешней России, вот такая. Да, это политика. Я вот, честно, голосовал за коммунистов из оппозиционных настроений. Потом жалеял о том, что я голосовал за коммунистов из оппозиционных настроений. Думал, как же, может, не надо было за справедливо Россию. Но нет, знаете, ни капли не жалею, потому что ни те, ни другие... Да, других партий нет, но и эти ни разу не оппозиционные. Поэтому, вот, надеюсь, был мой координационный совет, что вот это, может быть, будет чем-то оппозиционным. Спасибо. Спасибо, Александр. Я хочу, чтобы Валерий Гартунг прокомментировал этот звонок. Ну, вы знаете, есть в нашей стране граждане, которые имеют разную степень оппозиционности. Кому-то достаточно того, что парламентским путем мы боремся за власть, а кому-то этого мало, кто-то хочет на улицы выйти. Вы знаете, есть и те, и другие. Мы из первой части. Поэтому есть люди, которые 8,5 миллионов хотят, чтобы мы шли парламентским путем, а есть несколько сотен тысяч, которые хотят пойти по другому пути. Ну, значит, им за других надо будет голосовать. Вот, собственно, и все. А что за фраза Суркова там была? Я еще раз скажу, что, во-первых, я не отнекиваюсь от Единой России. На самом деле, это партия единственная, которая дала в праймере пройти по Народному фронту. В отличие от других, какие там принципы были, наверное, кому заплатят. А в данном случае я не отнекиваюсь. Я действительно прошел по спискам Единой России. И это неплохо, потому что мы сегодня реализуем то, что нам необходимо. А что Вячеслав Юрьевич действительно говорил, что это вторая нога. Алексей, я напомню, что я тоже проходил по спискам Справедливой России, будучи беспартийным. Как и вы. Хорошо. Добрый вечер. Как раз зовут, Аля? Добрый вечер, Николай. Ну, вот, на самом деле, я вот не понимаю того движения, которое происходит. Ну, будет одной партии больше, одной партии меньше. А вот предыдущий, извиняюсь, прослушал, кто отвечал на вопрос. Говорят, вот, парламентские, ну, борьба, да. Валерий Гартунг, да, отвечал тогда. Валерий, да. То есть, как может быть в данном парламенте реализована в целом борьба? Борьба. А, борьба, да. Да. И появление одной партии, новой, там, которая, ну, в принципе, там, тоже Единая Россия поддерживается, ну, общенародным фронтом, да, там. То есть, это лицедейство? Подождите, Николай. Лицедейство. Это лицедейство. Называйте вещи своими именами. Так, пожалуйста, Юрий Гартунг. Юрий, абсолютно согласен с зазвонившим слушателем. Дело в том, что если бы... С Николаем. С Николаем. Если бы на этих выборах Единая Россия не набрала 226 голосов, она набрала 238, набрала немного меньше. Ситуация в парламенте была бы абсолютно другой. Я могу сравнивать. Я был в других парламентах, где не было у партии власти большинства. И там совсем другая ситуация была. Там совсем по-другому принимались бюджеты. Там была действительно борьба за власть. Сегодня последние два созыва. Такой борьбы нет. И я с Николаем согласен здесь. Игорь, я вот хочу... Но тут вопрос в другом. Парламент избрали наши граждане. Понимаете? С натяжками, с перекосами. Да, многие считают, что вот эти вот 12 лишних голосов, которые получила Единая Россия, они были украдены. Ну, что теперь делать? Мы законным путем не смогли это опровергнуть. Не смогли. Суды нас не поддержали. Смотрите, там у Николая был такой еще вопрос, да, ну, что дробиться, да, вот мелкие организации, там куча партий. Может быть, действительно как-то, ну, свое «я» убрать или попытаться, в конце концов, ну, разговаривать, да, с тем же Мироновым, доказать свою правоту? Нет, вы знаете, но партия... 6 лет доказывали, не получилось. Слышит о двух партий, которые, ну, скажем так, сегодня вышли из «Справедливой России», хотя это вышли раньше. Из «Справедливой России» вышли еще, хочу напомнить, партии «Зеленых» Панфилова, партии «Серб» Шостакова, социальной справедливости. Ну, вот вы сказали, что партии не приходили никуда, но, может, действительно, выходили граждане, члены партии. Винни Брющенко, Эльбрус, Невматулин, господа, Игорь Зотов. На данный момент, согласно нового закона, который мы и принимали, будучи депутатами Государственной Думы, создано много политических партий, и часть из них участвовала на выборах 14 октября, которые проходили. Ну, вы тогда, тем самым работаете на мельницу «Единой России»? Конечно. Нет, ну, кто-то на мельницу «Единая Россия», а кто-то и на свою мельницу. Нет, ну, понимаете... Возьмите сегодняшние выборы на Украине, или в Украине. Сейчас будем в итоге обсуждать это правильно. Вы знаете, ведь сколько партий там участвовало? Пять сильнейших вышли и прошли в Верховную Раду. Так дайте... По предварительным данным. Предварительно Николай звонил, перед этим еще кто-то звонил. Александр, да. Александр, у них есть видение... Вот один, я чувствую, хочешь на Болотное выходить. Пускай они создают партию, голосуй за эту партию. Голосуй за эту партию. Никто не мешает. Но вы не считаете, что вы работаете на партию власти. Вот посмотрите. Я этого не считаю. Это Игорь Зотов. 99-й год. У нас сколько там партий было? Там, по-моему, уже 30. 40-й. Участвовал. Ну, полотно там вот такое просто не было, да. Прошло сколько? По-моему, 3. И в чем проблема? В чем проблема? Народ... Он и сейчас определится, за кого голосовать. Хоть их там 100 будет. Никакое это не имеет значения. А разве не эффективнее вот одной силой, внутри разбираясь, внутри дискутируя... Невозможно иногда найти те компромиссы, которые требуются. Вот в частности, со Справедливой Россией это сделать было нельзя. Мне было понятно уже через 3 месяца. Что с лидерами Справедливой России это сделать невозможно. Алексей Журавлев. Валерий Гартунг. Лаконично. Лаконично отвечу. Как бы ни говорили наши гости в студии, что они не льют мельницу на Единую Россию. Объективность такова. Все партии, которые не набирают проходного барьера, голоса, проголосовавшие за них, распределяются между теми, кто прошел в парламент. Объективно, последним выбором проходили партии, и большинство голосов получала Единая Россия. Она не набрала 50%. Но за счет вот этих партий, которые не прошли в парламент, она получила большинство в парламенте. Вот вам ответ на ваш вопрос. Но мы же будем в следующих выборах государство думы лить уже на вашу мельницу. Да, получается так, что ли? То есть, ну, это все абсурд. Хорошо подцепил. Не лейте на чему хотите. На самом деле, ведь голоса пропорционально распределяются среди тех, кто проходит государство. Ну, это нормально, конечно. Вот эти 12 голосов они получили. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, это Александр. Я хотел бы реплику по поводу дискуссии, которая ведется в эфире. Лаконично. Очень коротко. Вы знаете, я сам голосовал за справедливую Россию на выборах, но глубоко жалею. И, в общем-то, голосовал только по той причине, что не было представлено настоящей оппозиции там. О чем я и говорил. Вот. А то, что происходит сейчас в партии и позиция ее лидера, вот, на последнем заседании, в общем, она говорит, что партия, конечно, не выдержит соревнований. Соревнования на политической арене и сойдет мне. Вот, что есть такое мнение. Да, спасибо. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут, Алло? Здравствуйте. Меня зовут Иван. Вы знаете, да, хочется сказать, что в нашей стране нет другой оппозиции, кроме тех вот ребят с Навальным, Удальцовым, которые сейчас в тюрьме. И когда вот... Как в тюрьме? Подождите, как в тюрьме? Я уже думаю, что-то я пропустил. Вы прекратите такие... А я в тюрьме, то на войне. Ну, раздражаем тюрьме. И все вот реплики о том, что вы можете создать партию, никто вам не мешает, и там люди эти пойдут голосовать, и ничего подобного. Потому что когда у нас возникает партия, которая против Владимира Владимировича и его партии, карманных, которые представлены сегодня в Госдуме, их просто очень быстро могут закатать. Слушайте, Иван, я правильно вас понял, что справедливая Россия... Подождите. Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ... Это карманные партии. Это карманные партии. Это оппозиция Его Величества, так? Это не оппозиция, это карманные партии Путина. И вот эта игра, которая сейчас, вот эта возня, которая идет, она, мне кажется, совершенно глупая, потому что, ну, такой... Эти люди реально никуда, они не в оппозиции. Они просто боятся, что, ну, какие-то совсем вот мелкие такие вот люди, типа там, не знаю, депутаты Сидиаки на каком-нибудь... Они просто сменят их вот на политическом баслоне. Я понял. И хряник как бы уйдет. Да, Иван, спасибо. Ну, я отвечу, конечно, абсолютно прав позвонивший Александр, сказав... Иван, Иван сейчас... А, Иван, да, Иван, извините. Иван, сказав о том, что сейчас пытаются приплющить, ну, как он сказал, карманную оппозицию, потому что она слишком много набирает, что она действительно стала влиятельной. И в этом вся проблема, и вообще сегодняшняя передача, и вообще повод сегодняшний именно об этом, что сегодня плющат парламентскую оппозицию. Я хочу сказать господам из День России, когда они плющат парламентскую оппозицию, они льют воду на мельницу не парламентской оппозиции, которые только уличные методы борьбы пропагандируют. Куда они толкают народ? Должны подумать, народ этого не хочет. Значит, большинство людей не хотят кровавых революций, которые у нас были уже неоднократно, чем они заканчивались, все было очень плохо. Поэтому я считаю, и я стою на этом, что надо бороться законными методами, парламентскими методами. Нужно вовлекать как можно больше граждан на голосование, на контроль за выборами, чтобы вот этих подтасовок, при которых Единая Россия набирает большинство в парламенте, больше не было. Вот мы идем этим путем. Есть другие пути. Кто против этого, Валера? Юрий, что за слово? Есть другие пути? Объясните, что значит плющат. Ну ладно, что это... Что значит плющат? Да. Господа... Наверное, что Евгений Плющенко вышел из партии с правильной России. Господа при партии... Партии при власти сегодня получили определенную, ну не знаю, установку... Да какой Зотов при партии власти, если он в вашей фракции? Да какой... Все уже там уже давно. Понятно, понятно, все. Они получили задание и пытаются, и пытаются... Какое задание? Мы получили задание наших членов партии, которые в 2006 году уже ушли оттуда. И получили задание создать партию. Что мы их делали? Вот такая она, российская оппозиция. Уважаемый этаж, давайте не устраивать базар. Мы пожелаем справедливой России встретиться на политическом поле 8 сентября 2013 года. И в реальной борьбе, выяснится отношение. Вот это подчиняем. Алексей Журавлев, Игорь Изотов, Валерий Гартунг. Реальное время. Финам.ФМ. Финам.ФМ. Финам.ФМ.